Приветствую вас на канале инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителем разью, уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером. Как оказалось, героиня вирусного ролика была участницей конкурсов красоты, в частности, в 2012 году она заняла третье место в состязании Мисс Томск. Истерика просто разрушила карьеру перспективной сибирячки. В интернете стало вирусным видео, на котором пассажирка такси закатывает истерику таксисту, нецензурно выражаясь, называя мразью и тварью, требуя, чтобы он ее вез и набрасываясь на него с кулаками. Выступление девушки, которая начала расходиться по телеграм-каналам, обсуждалось вечером 12 февраля, наверное, во всех офисах страны. В мессенджере даже мгновенно создали стикеры с надписями вроде «Отвези меня, мразь». Вскоре стала известна и личность девушки, которая аргументировала свои требования тем, что ее люди ждут и обещала, что в случае, если водитель машины не согласится отвезти ее к месту назначения, за ним тоже приедут какие-то люди. Нервной пассажиркой такси оказалась Яна Данькова, фитнес-тренер, преподававшая в одном из клубов столичного региона. Как сообщил телеграм-канал База, причина конфликта крылась с том, что девушка обнаружила, в конце поездки ей придется заплатить на 57 рублей больше заявленной изначально суммы. Дело в том, что таксист долго ждал пассажирку, а тронувшись, не сразу нажал кнопку в пути из-за того, что к продолжительности поездки добавилось 8 минут, сумма стала больше. В результате девушка устроила страшный скандал, и таксист высадил ее, не доехав до пункта назначения. В разговоре с изданием «Лайф» Яна Данькова подтвердила, что 10 февраля у нее вышла не очень приятная ситуация в такси, однако вскоре передумала и сказала, что ничего не было. Как сообщает издание, 12 февраля она пришла к руководству фитнес-клуба, расположенного в подмосковном Одинцово, с заявлением об увольнении. Томичка Яна Данькова, бывшая участница нескольких конкурсов красоты и выпускница одного из лучших вузов Сибири, Томского политехнического университета, специальность — управление персоналом. В 2012 году она приняла участие в состязании «Мисс Томск» и заняла на нем третье место. После этого ей предложили в следующем году посоревноваться с другими девушками в конкурсе «Краса России», и она согласилась. В интервью изданию «КП.РУ» в 2013 году Данькова, которой тогда было 22 года, рассказывала, что считает конкурсы красоты возможностью проявить свой творческий потенциал, на «Мисс Томск», например, в творческой части она читала под музыку стихи Александра Блока. «Конкурс — это ведь не просто пройтись по сцене», — говорила она. «Он развивает творческие качества человека». Жюри смотрят на девушку не только как на красавицу, но и как на личности, главное — на творческую личность, которая раскрывается на шоу талантов. Кроме того, Яна Данькова утверждала, что не планирует продолжать карьеру модели и никогда не мечтала об этой профессии, в детстве она, по ее словам, занималась спортом и танцами, училась в музыкальной школе, писала стихи. На конкурсе «Краса России» 2013 первой вице-мисс стала другая томичка, Инна Бабинович. Но для Яны Даньковой это был хороший старт в карьере. По информации портала НГС Томск, ей поступило несколько предложений от модельных агентств, Яна признавалась журналистам, что возвращаться в Томск не собирается. В результате она стала фитнес-тренером, преподавала пилатес и давала советы по правильному питанию. Сейчас весь Инстаграм Яны заполнен гневными комментариями интернет-пользователей, которые называют ее мразью и отзываются о ней в выражениях, которые нельзя цитировать в прессе. Отдельный гнев комментаторов вызвали высказывания девушки относительно узбекской национальности таксиста, она высказывала предположение, что он не хочет ее вести, поскольку не любит русских. Субтитры создавал DimaTorzok